Всем привет! Меня зовут Вероника и это Puzzle English. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию два диалога из реальной жизни и пояснение к некоторым интересным фразам. Последние дни самой выгодной акции в этом году. Только сейчас вы можете приобрести безлимитный тариф навсегда с 75% скидкой. В честь Черной пятницы у нас есть акция с самыми выгодными ценами, которых больше не будет. Безлимитный тариф навсегда дает доступ ко всем материалам на платформе Puzzle English без ограничений. В нем собрано все, что нужно для комфортного изучения английского языка. Подробнее по ссылке в описании. Поехали! Первый диалог. Я тоже не могу. Приятного сезона! Последний день? Конечно, я думаю. Как вы были? Как обычно. Как вы? Как за тебя? А так! Все верно. Вы просто возвращали из Санкт-Петербурга. О,но! Как было — это обычно? Как было — как всегда? Ну, значит, неstart. Реально было круто. Мы ебросили вокруг Чити-Centернала все время. Поэтому мы очень enjoy это. Потом я вам после этого все осталось? Я приезжаю к Цити Hallам. По Рачелу презентămе, может быть. Ну как, все получилось разобрать? В идеале хорошо, если получится расслышать каждое слово, поэтому можно поставить на паузу, перемотать, уменьшить скорость и еще раз переслушать. Теперь давайте разберем интересные слова и выражения. Что означает «давно не виделись». Можно сказать при встрече человеку, которого вы давно не видели. А какие еще альтернативы есть? Я не видел тебя целую вечность. Прошло много времени, прошел год, два года. Следующее. Это собраться, встретиться. Давайте другой пример рассмотрим, чтобы закрепить. У тебя есть время на выходных? Можем собраться, встретиться. Следующее. Время летит. И это один в один, как на русском языке. А такое, кстати, очень редко бывает. В разговорной речи даже довольно часто и have опускают, и остается how you've been. Но важно понимать, от какого изначального варианта это идет. И здесь интересен тот факт, что мы используем present perfect, потому что как ты поживаешь? Это началось в какой-то момент в прошлом, ну, вероятно, последняя встреча собеседников. И продолжается до этого момента. Следующее. Все как всегда. А еще, кстати, можно говорить same as usual. Все как обычно. Куда ты сейчас направляешься, выдвигаешься? А ответить можно так. Я выдвигаюсь на работу. Следующее интересное выражение. В русском мы говорим. А случайно ли? Или случаем? Часом? Кстати? Или совершенно случайно? А ты случайно не идешь на день рождения Джека? А у тебя совершенно случайно с собой нет карандаша. Ну что, готовы ко второму диалогу? Он совсем небольшой. Поехали. О, ой, как ты? Ты? О, ой, как ты? Я пойду к Сити Хол. Я должна быть в часа до 8. О, ой, но ты выглядишь страшно. Все нормально? Я не уверен, что я смогу сделать это до 4. Что с тем? Что с тем, что с тем, что с тем, что с тем? Это нормально. Ну что, как вам второй диалог? Полегче или сложнее? Давайте разберем интересные фразы здесь. Это очень интересно, потому что здесь make совсем не значит делать или сделать что-то. А здесь имеется в виду, что смогу приехать, прийти, добраться. И важно, что make в данном контексте идет в сочетании с it. И очень часто используется, когда говорят своим гостям. Ой, я так рада, что у тебя получилось прийти. Или еще пример. Следующий интересный момент это rush hour. Я думаю, что вы уже догадались, что это час пик на английском языке. И еще несколько предложений, чтобы закрепить. Он уехал пораньше, чтобы не попасть в час пик. Метро всегда быстрее такси в час пик. Следующее выражение. Это отличный синоним. Или И все это означает, какие у тебя планы на сегодня, чем сегодня занимаешься и тому подобное. И последнее на сегодня это Важно! Вы помните, на что именно это был ответ? Да, на пожелание И что означает И тебе тоже. Очень часто бывает, что многие путаются, что же ответить Me too или you too. Небольшой совет. Если подразумевается, что речь должна идти у вас, что у вас точно так же, то это А вот если речь идет о том, что вам пожелали, или вы пожелали, или выразили эмоции по отношению друг к другу, то это уже Ну что, как вам наш сегодняшний формат? Пиши в комментариях, делать ли еще подобные диалоги и на какие темы. Спасибо, что сегодня были с нами. Я Вероника и это Puzzle English. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok